Каково состояние пациента? Неважно, весь день молчить, на контакт не идет. Угроза самоубийства. Где его записи? Вот ноутбук. Я посмотрю. Угроза самоубийства. Из записей пациента палада номер 6. Всем привет! Перед началом видео я хочу благодарить всех тех, кто помогал моему каналу. Ваша финансовая поддержка помогает мне делать эти видео. Все мне присылают ссылки на разбор. И предлагают, предлагают посмотреть все новых кандидатов. Я открываю, например, Сибирский Вьюн. А там опять кадрыщиков. Что? Опять? Да, опять. Я уже собирался закрывать, но что-то меня все-таки заинтересовало. Посмотрите, как успешен этот проект. Школа русского боя Сибирский Вьюн в этом году отмечает очередную дату своего создания. Все это время школа занимается обучением детей, подростков и взрослых русским боевым традициям, рукопашному бою и личной безопасности. Давайте рассмотрим формулу успеха Сибирского Вьюна. Сегодня школа русского боя Сибирский Вьюн. Это уже международное объединение. Здравствуйте. Сегодня мы вам представляем школу Сибирский Вьюн. Мы созданы на базе кадрыщиков, и мы это не скрываем. Но в отличие от кадрыщиков, мы базируемся не только на секретных техниках боевых искусств сталинского спецназа, о котором никто не слышал ввиду его архисекретность. Не только на боевых искусствах древних русов, казаков-пластунов и прочих витязей, но еще и на откровенном шарлатанстве. Историческая справа. Русская боевая система берет свои истоки своего рождения в специальных службах бывшего СССР, а также в культурной традиции древних славян. Многие аспекты этого стиля составляли государственную тайну. В условиях современных боевых действий русская боевая система не менее актуальна, чем в современные самолеты и техники. Хотя им и великий учитель всех казаков России не брезговал. А эти кадры мы оставляем без комментариев. Просто смотрите. И что алые на реях поднимают паруса. Сам когда-нибудь сумели тоже делать чудеса. Хотя я склоняюсь к мысли, что это скорее неудачный кадр с подготовки к демонстрации. Он часто выглядит очень странно. Например, вот так. Сам когда-нибудь сумели тоже делать чудеса. Как же оценивать сибирского вьюна? В 2005 году основан Международный центр русского боевого искусства. В него вошли не только филиалы школы «Сибирский вьюн», но и другие школы, работающие в русском направлении. А я думаю, как удачный коммерческий маркетинговый ход. Расширяются связи внутри России и за рубежом. Школой «Сибирский вьюн» с 1997 года постоянно проводятся международные семинары. Но сами посмотрите, есть некий Скогарев, который, ослужив в армии, и ничего не умеет, отправляется на граждану. В далеком 1988 году Дмитрий Скогарев, вернувшись со службы в советской армии, продолжил занятия рукопашным воем. А точнее, это были нерегулярные занятия с друзьями. Собирались в разное время в условленном месте и устраивали прибыль. Осенью 1989 года Дмитрию Скогареву пришлось брать на себя ответственность в проведении тренировок, потому что стали приходить новые люди, которые узнавали о занятиях от друзей. В 90-е годы было мало работы, и он начинает тренировать. К чему? До армии он, как и все мальчишки, изучал рукопашный бой. Или, попросту говоря, боевое самбо. Проболжен занятия рукопашным воем. А точнее, это были нерегулярные занятия с друзьями. Где-то в армии он затронул Кадочникова, а после армии продолжил заниматься тем же. Впоследствии занятия стали регулярными и целенаправленными. Вопрос, чем? Перед нами уникальный случай. Человек сохранил себе две техники. Взбалтывать, но не перемешивать. Одна техника для разводки лохов и для всяких фольклорных студий, в чем ему активно помогала жена. Основными аспектами обучения школы Сибирский Вилл. Являются следующие разделы. Духовный, историко-философский, культурный, национальный. Психологический, как развитие внутренних способностей, открытие внутриличностного потенциала человека. Терапевтический, профилактика и оздоровление организма, костно-мышечной системы. Пластический, культура движения, динамика, координация, пространственно-временное восприятие. О чем он, кстати, упоминает в своем ролике? Что делает ему честь? Директором-администратором школы Сибирский Вилл становится Скугорева Наталья Валерьевна. Она занимается организацией всего процесса в школе. Это формирование группы, организация семинаров и подготовка документальной отчетности организации. Честь и хвала этой женщине и мое искреннее почтение. Был неправ. Спылил. А на выездных семинарах по совместительству работает видеооператор. И когда надо дать кому-то пи**бей, обычный рукопашный бой. Боевой аспект русскобоевого искусства, который делится на кулачный бой и рукопашный. Кулачный бой. Состязательная культура. Мужская традиция. Практика боя на средней дистанции. Рукопашный бой. Это практическая боевая борьба. Личная безопасность. Боевое самбо. Просьба не путать с оригинальным самбо. Так как боевое самбо по сути состоит из бокса и карате. Школа доказывает, что ее бойцы могут биться и получать первые призовые места на больших соревнованиях. В то время еще не было подобной практики в боях на почти всегда жестком покрытии и фактически в полном контакте. Вот такое шепито получилось. Ест человеческую пищу, начал курить. Играет на музыкальных инструментах. Эх, яблочко, да с голубикою, подходи, буржуй, глазик выколю. Глазик выколю, другой останется, чтоб видал говно, кому кланяться. И всему этому дали название «Сибирский вьюн». Именно в 91-м году школа становится самой многочисленной по наполняемости школой русского боя в городе Новосибирске. В этом году происходит становление школы. В это время появляется и название «Сибирский вьюн». Ну, в реале-то вьюн Новосибирский. Школа находится в Новосибирске. Школа русского боя «Сибирский вьюн» основана в 1988 году. Дмитрий Скогарев в городе Новосибирске. Так в чем секрет успеха «Сибирского вьюна», кроме талантов семьи Скогарева? В 1995 году Дмитрий Скогарев начинает службу в департаменте налоговой полиции по городу Новосибирску, где занимается сотрудниками организации, рукопашным боем и специальной подготовкой. Помните, в то время каждая структура желала иметь в себе маленькую армию? Газпром, Роснефть. И если уж коммерческие структуры имеют свою армию, то и государственные министерства тоже завели себе спецназ. Спецназ ФСБ, спецназ наркоконтроля, спецназ налоговой полиции. Сейчас уже государство обратило на это внимание и ликвидировало все эти структуры. Дальше история школы. В этом же 1997 году школа русского боя «Сибирский вьюн» получает юридический статус, как межрегиональная общественная организация. Тогда же по линии налоговой полиции, ныне не существующей, он тренирует новосибирских и московских налоговиков. Методика подготовки и обучения в стиле русского рукопашного боя, разработанная Дмитрием Сговоревым для силовых подразделений налоговой полиции, одобрена управлением Федеральной службы налоговой полиции России по городу Москве, а также управлением Федеральной службы налоговой полиции России по Новосибирской области и Новосибирской среднеспециальной школы милиции в 1997 году. И даже некую Новосибирскую среднеспециальную школу. Кстати, очень интересное заведение. Напомню, что среднее образование практически научить читать и писать. Специальные школы обычно связаны с детьми, которые не способны обучаться в обычных общеобразовательных школах. Но не эта школа. Считаем выдержку и жизнеописание школы. Школа милиции. Наименование ГУ, СПО, Новосибирская специальная средняя школа милиции МВД России. 10 октября 1964 года школа передеслотировалась в город Новосибирск и стала специализироваться на подготовке оперативных работников в сфере борьбы с экономическими преступлениями, БХСС. Ровно 75 лет тому назад в структуре советских правоохранительных органов появилось новое подразделение, ОБХСС, отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. С кем боролись? Не только с вороватыми завмагами, завбазами. Валютчики, скупщики и торговцы золотом. Это были злейшие враги. А еще спекуленты. Это сегодня купил подешевле, продал подороже. Молодец, есть коммерческая жилка. А когда-то считалось преступником. И мне скажи, на какие заработки заместитель директора трикотажной фабрики отгрохал себе двухэтажный особняк. Семен Васильевич, это его дело. Нет, наше... В настоящее время школа готовит оперативных работников по линии уголовного розыска и по борьбе с экономическими преступлениями. За период своего существования школы подготовлено около 20 тысяч специалистов для органов внутренних дел. Среди ее выпускников 19 научных работников, руководителей крупных подразделений ОВД, 12 генералов милиции. На сегодняшний день в школе по различным формам обучения получают образование. Форма обучения, напомню, это очная и заочная. То есть, этих оперативных работников в количестве 20 тысяч специалистов. А мы, между прочим, с вас пример берем. Учимся у вас. Чему могли обучить в средней школе? Принципиальность, смелость, находчивость. Нет, конечно, буквально во всем пример с меня брать пока еще нельзя. Нет, 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 нет. Мы брали, берем и будем брать. Очная или заочная. Судя по всему, читать и писать, ведь школа средняя и дает среднее образование. А еще видно сибирскому вьюну. И Новосибирской средней специальной школы милиции в 1997 году. А вы удивляетесь, что в МВД сейчас упадок профессионализма? Волки позорные! Судя по такой экономической направленности всей деятельности Скогарева, все делалось, как и принято на Руси. По старой древней традиции, кумасту. Просит он принять от него малюсенький подарочек. Мог бы большущенький прислать. Правильно. Так Скогарев стал знаменит в узких кругах. И вот он проводит уже международные семинары. Семинары проводились неоднократно в Германии, Италии, Швейцарии, Словакии, Болгарии, Мексике, Израиле, США. Руководит которыми Дмитрий Викторович Скогарев. И стал известнее даже самого Кадочникова. Но у младшего-то уж точно. На сегодняшний день школа имеет филиалы более чем в 10 странах. Таких как Германия, Италия, Франция, Швейцария, Бельгия, Швеция, Болгария, Хорватия, Мексика, Израиль. Хочется все же сказать несколько добрых слов об школе Сибирский Вьюн. Во-первых, видимо не только Кадочникова они используют. Я вижу в их техниках применение техник хапкидо, айкидо, фьет-водао. Ну и обычной армейской рукопашки, которую они дают детям. Что в общем-то неплохо. Самые младшие ученики это дети 5-летнего возраста. Программы занятий адаптированы для данного возраста. Также даем элементы рукопашного обоя. Перемещение, выведение из равновесия элементарные рычаги. И способ освобождения от господства. К сожалению, в том же видео показана безграмотная работа со страховками. КОНЕЦ И косяки честно тянутых техник. Что неизбежно, если не обучаться, а просто тянуть техники из других стилей. Причем стянутые из показателя. Недавно все то же самое мы видели в крафт-маге. Капап. Опять же хочется похвалить кадочниковцев. Что при всей своей косячности, они все-таки грамотно вырывают палку. Мастер-классы по различным учебным темам. Основы рукопашного боя, основы ножевого боя и кулачный бой. Что хотя бы дает понимание, как правильно бороться при захвате оружия. Чего нет в той же крафт-маге. Ну, тут я напрягся. Зачем давать детям очень странные навыки работы с ножом? Да это наша любимая техника инопланетян. Кроме этого проводят занятия по специальной акробатике. Паркур, искусство. Специальная акробатика, паркур. Ну и основной... И даже паркур. В школе вообще есть все на ваш вкус и выбор. У вас нет такого же, но без крыльев? К сожалению, нет. Нет, да? Нет. Будем искать. Это такой франчайзинг от единоборств. Наоборот. Макдональдс, вы скажете, что это сборная солянка из разных стилей. Причем, как советских, так и иностранных. И будете не правы. Это все русское боевое искусство. Методика школы Сибирский Вьюн позволяет за короткое время обучить желающих основам русского рукопашного боя и психологической устойчивости для выживания в экстремальных условиях. Так что тут выдает русское боевое искусство? А вот, поклон до земли. Да, спасибо. Но надо отметить, что тренировки для детей сделаны интересной. И главное, дешевая. Вот квест Индиана Джонс, сделанный из одной палки. Ну и вообще, конечно, несмотря на умение обращаться с детьми, пугает желание лепить из детей. Как бы это сказать? Кто-то скажет, смену себе и защитника родины. Но я бы сказал, что у детей украли детство. И вместо него подсунули суррогат взрослой жизни. Ну, типа, сынок, мне было ху**ово, и ты не расслабляйся. А мы хуярим только светом. Из любви и доброты. А те, кто не уверен в этом, пусть закроют свои рты. В 10 лет они уже захватывают притоны с наркотой. В начале 2009 года. Презентация отряда «Венестра». Руководитель данного подразделения стал бывший сотрудник налоговой полиции Иван Иванович Венедиктов. Венедиктов Иван Иванович организует и проводит занятия не только по рукопашному бою. Это и постоянные занятия по воскресенью, включающие полевые выходы и сборы в течение учебного года. Перерезает ножом горло товарища. Занятия содержат разнообразные дисциплины, которые осваивают курсанты отряда. Это и строевая подготовка, тактическая, медицинская и так далее. Да, действительно, что может быть увлекательнее хождение строем? Вот только программисты, инженеры, художники от этого не появляются. Айпод, телефон. Вы понимаете, да? Это не три разных устройства, а одно. А все больше менты. Многие ребята проходят здесь хорошую вызывную подготовку и потом проходят службу в войсках специального назначения. Поздравляем! Количество ментов на душу населения в стране признан самым высоким в мире. Рекорд засчитан. Кстати, и к боевым единоборствам это тоже не имеет никакого отношения. Мастера строем не ходят. Они бы еще с эмбриона выращивали детей на службу в органах. Какое-то адовое словосочетание получилось. Грустно это все. Не весело. Спасибо клубу, что он сросся с органами, а не с криминалом. Мне вспоминается тот момент, когда по улицам ходило много обученных людей. Бывших милиционеров. И не было другой работы в стране. И они стали создавать банды. Подозреваю, что виной всему то, что государство стало выдавать гранты на такую работу с детьми. Но давайте перейдем от этого ужасного детского мира к технике школы. Поздравляю тебя с отрядом со сдачей. Служу России и спецназу. Кстати, обратите внимание. Служу России и спецназу. Это ведь начальная круговая порука. Что вбивается этим безобидными словами в голову детей? Что спецназ это уже отдельная от России, от государства структура, которая требует отдельной клятвы. Оттуда и появляется это прикрытие чести мундира, когда они прикрывают интересы только своих. Помните эту фразу? Они убили сотрудника МВД, и это уже дело чести. Какое нафиг чести? Ваша честь это работа на благо общества и государства, а не сведение личных счетов. В часть я уже попал в 14-ю бригаду. Ну и буквально спустя неделю ко мне подходит один такой дембель почти, говорит, говорят, ты рукопашник. Я говорю, ну да, есть маленько, ну покажи прием. Я ему показал несколько видов освобождения от захватов. Конечно, там все были удивлены, что так можно делать, что такие способы приема бывают. А вот это очень интересное откровение. Серьезно? Восвобождение? То, что делается по всему миру, во всех секциях боевых искусств, на уровне 0? Для начинающих? Это говорит об уровне всего лишь самого ВДВ и уровне там преподавания. Эта подготовка как бы очень помогла. Без обучения было бы плохо. И чел с пистолетом. Ну вот вам и обучение. Как он держит пистолет? Везет, что это не боевой, а муляж. Иначе при выстреле он просто разбил бы себе лицо. Могу сказать, что сибирский вьюн очень сильно выигрывает. Причем выигрывает в каком плане? В плане, что здесь работают профессионалы. Ага, мы видели. Вот пример профессионала. Сотрудник Евгений Гаврилов, которого вырубили на митинге 12 июня, когда он был член. Зачем человеку шлен? Все как в анекдоте. Видел я эту девочку. До сих пор ходит и улыбается. Отдельного упоминания стоит техника самого Дмитрия Скоголева. Тут в пору давать восторженные эпитеты. Потрясающая пластика мастера. Точные выверенные движения. Великолепная техника. На противниках состояния лунатизма. Мне, если честно, гораздо приятнее еще раз полстуна пересмотреть. Я думаю, что техника сибирского вьюна очень хорошо подходит для борьбы с зомби. Вот чёрт. Что там? Лебреконы, а вы что... Посмотри, зомби брут со всех щелей. Зомби брут со всех щелей. Вперед, неподвижными конечностями. Но прямо подарок для сибирского вьюна... Это практическая боевая борьба. Личная безопасность. Субтитры создавал DimaTorzok Но всё это нам знакомо по стилю Казчикова и во всех других его проявлениях. Главное, что замечательно, что и дети, и взрослые в школе сибирский вьюн делают технику на одном уровне. На уровне плохо. Собообороны всё в том же стиле защиты от зомби, в которых отваливаются конечности. Которые уже ничего не видят, не слышат, а только чувствуют запах человеченки. Ладно, на сегодня достаточно. И да я знаю, ты кто такой, а что сам умеешь, авторлох! Всем пока. Напоследок бьём поклон до земли. Как же заебали эти русские стили! Субтитры создавал DimaTorzok